Минфин предлагает ввести 5 новых налогов, а именно экологические и утилизационные сборы, сбор с пользователей автодорог, гостиничный сбор, налог на операторов связи. Законопроект в остановке строжайшей секретности готовился больше года. Бизнес в шоке, но это уже никому не интересно, потому что бешеный принтер исправно работает и заправки картриджей не нуждается. На канале «Реальная журналистика» вторая часть программы «Что произошло в прошлый раз» мы закончили на теме силовиков. Сейчас о них и не только. Итак, поехали. В закрытом городе Снежинск силовики дают молодого парня, который осмелился попросить бывшего сотрудника полиции подвинуть свою машину. Экс-полицейский, а ныне директор ЧОПа, сначала устроил разборки с молодым человеком, а теперь пытается засудить его. Сейчас парню грозит наказание по статье «Побоя». Выхожу, надо было ехать по работе. Он просто взял, перекрыл меня, вот так вот стал. Слева, справа стоят машины, я выехать вообще никак не могу. Подошел к нему, попросил убрать. Оттуда пошли всякие угрозы, крики, сопли, слюни. Вот. Человек крайне неприятный. Начал сразу там какие-то угрозы в мой адрес кидать. Там, да я тебе там. В закрытом Снежинске бывшие бюджетники в погонах возомнили себя хозяевами города. На скамье подсудимых оказался молодой человек, выезд со стоянки которому перегородил директор ЧОПа, ранее работавший участковым. Ну, я спустился к нему вниз в кабинет, попросил его помочь. Просто убрать машину, чтобы я мог выехать и делать свою работу. Ну, он в этот момент просто был, может быть, какой-то возбужденный, еще что-то у него случилось. Начал хамить, кричать, ругаться. У меня человек, который сидел на втором этаже, даже все это слышал, был шокирован всем происходящим. Сейчас ему грозит наказание по статье «Побоя». Самое интересное – это реакция суда. Так называемый потерпевший, который является ныне действующим руководителем охранного предприятия, является бывшим сотрудником правоохранительных органов. И то есть даже для бывших сотрудников правоохранительных органов мы видим, что действующие сотрудники правоохранительных органов, а также суды создают привилегии. То есть его поведение, которым он демонстративно показывает, что все его действия останутся безнаказанными, он продолжает также себя вести в суде. Судья никак это не пресекает. Суд упорно шьет дело молодому человеку и не допускает на заседании журналистов. Речь даже не идет о переносе заседаний в другой, открытый город, где могла бы присутствовать иногородняя пресса. Даже местным журналистам запрещают снимать в зале суда. Законных причин для этого нет. И потому в ход идет административное давление со стороны судьи и угроза приставами. Судья, рассматривающая дело, это то есть судья судебного участка номер 3, зато города Снежинска, всем участникам показывают то, что даже рассматривая дело частного обвинения по заявлению так называемого потерпевшего, вот этого Шадрина, дело рассматривается все равно с обвинительным уклоном. Все ходатайства стороны защиты, в том числе об обеспечении рассмотрения дела в гласном и открытом судебном заседании, остаются без удовлетворения. Роскомнадзор пытается заблокировать канал известного блогера в Ютубе. Алексей Кузнецов уже несколько лет развивает ресурс под названием «Тюрьма Лайф». Он сделал много репортажей и документальных фильмов по фактам пыток убить заключенных по всей России. По многим из них были возбуждены уголовные дела и виновные наказаны. Видимо, сейчас он задел кого-то, кого нельзя наказывать, потому и решили наказать его самого. Пришло письмо от Google, в котором сказано, что Роскомнадзор выдвинул требования на основании судебного решения 2017 года, требования о том, чтобы в течение суток был канал удален. Мотивировка того, что на канале пропагандировалось запрещенное на территории Российской Федерации среди молодежи движение АУЕ, арестантское уркаганское единство. На канале присутствует множество интервью, в которых рассказывают о пытках, об убийствах, о вымогательствах в местах лишения свободы. Снято множество документальных фильмов. По тем фактам, которые озвучены, в настоящий момент рассматриваются уголовные дела во многих субъектах Российской Федерации. Никакой тематики АУЕ на канале просто-напросто нет. Я воспринимаю это так, что хотят просто-напросто стереть ту историю, которую мы фиксируем. Историю российского ГУЛАГа, историю уголовной исполнительной системы наших времен для того, чтобы у людей в будущем не было объективной возможности понять то, что происходило сейчас в местах лишения свободы. Просто я вижу аналогию времени настоящего с аналогией прошлых лет. Сейчас просто дети и внуки тех людей, которые сжигали раньше книги, там и убивали писателей и публицистов. То есть они сейчас действуют маленько в другом формате, но действия одни и те же. И я просто понимаю то, что государству и правительству выгодно, чтобы просто-напросто правозащитники, которые прикормлены властью, говорили под стенограмму в Кремле, то есть нужные вещи. А такие вещи, которые не укладываются в повестку дня в этой области, которую мы озвучивали, просто-напросто мы видим, как с этим борются. И такое ощущение, что это решение с 2017 года где-то хранилось, и сейчас в какой-то критический момент для кого-то, то есть я могу только догадываться, в критический момент для кого-то это решение просто-напросто запустил Роскомнадзор. В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант». Из компьютеров генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера вытащили жесткие диски. Нападению подверглась и серверная, где хранится архив издания. На столе директора обнаружена записка с текстом «Сдохнешь, сявка». Приходим мы утром. Уборщица приходит, дверь открыта, в трех кабинетах погром. Причем кабинеты – это главный редактор, генеральный директор и главный бухгалтер. У меня, я главный редактор, у меня с мясом как-то вырван жесткий диск из компьютерного блока. На полу валяются вещи, документы. Ну вот как-то так. Вызвали полицию, сейчас идет расследование. Конкретно, да, вот назвать там кого-нибудь человека или компанию мне сложно. Ну нужно понимать, что мы деловое СМИ, пишем про разные ситуации на рынке. Может быть, кого-то это и не устроило. Я пока, никаких угроз мне не поступало в последнее время. Это первый раз? Вот такого масштаба, да. В отношении неработающего местного жителя 73-го года рождения возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное повреждение чарового имущества». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, в ночь на 1 апреля текущего года подозреваемый проник в офисное помещение регионального представительства одного из федеральных СМИ. Мужчина, находясь в данном помещении, будучи в состоянии алкогольного обвинения, повредил имущество, находившееся в офисе, причинив материальный ущерб на общую сумму не менее 70 тысяч рублей. С учетом уже полученных следствием данных, установлено, что преступление совершено подозреваемым по личным мотивам и носило бытовой характер. При этом никаким образом не связано с профессиональной деятельностью журналистов. Якобы мужчина решил таким образом отомстить своей девушке, работающей в издании. При этом СКР не дал ответов на самый главный вопрос. Зачем же ревнивец покушался на архив редакции? Почему ни одна из девушек, работающих в издании, его так и не узнала? Впрочем, ответ очевиден. В данном случае нападавшему светит условка. А если бы он признался в заказном нападении на СМИ, то тут уже 144-я статья Уголовного кодекса, то есть до 6 лет. А в Чите прорыв здесь нашли свалку, которую видно даже из космоса. Продолжают наши коллеги из ЗАПТ-ТВ. По огромной куче, размером с одноэтажный дом, видно, что стоит она здесь уже не один десяток лет. За годы существования эта свалка вобрала в себя огромное количество отходов, начиная от бытового мусора и заканчивая строительным. Масштабность ее поражает. Она как небольшое футбольное поле. И расположилось это все в частном секторе железнодорожного района. Все это время о грязной находке никто не знал. А расположена зловонная куча не в самом заметном месте. С одной стороны частный жилой сектор, а с другой электрическая подстанция. Но и тех и других соседство с такой масштабной и старой свалкой, видимо, не смущает. Координаторы ОНФ после обнаружения сразу же принялись решать судьбу найденного места скопления отходов. Никаких сообщений от жителей не поступало. Приехали и увидели такое большое скопление мусора. Видно, что и деревья, и кустарники уже на ней образовались, на этой свалке. Почему местные жители не сообщали о таком большом скоплении мусора. Открываем карты Google. Сделаем снимок из космоса. Направляем и видно, что там на данной территории находится мусор. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию после долгого перерыва вновь выкладываем на канале Крик Ньюз. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.